Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Серёнина Светлана, и сегодня из родительского дома я с вами поговорю о тех случаях, в которых ошибаются сами поляки. Они ошибаются, как правило, не в тех местах, в которых мы ошибаемся, потому что они уж точно не делают ошибок, например, в ударении, потому что оно у них фиксированное, и они точно не путают «может быть» и «можливое», где мы очень много путаем, и они никогда не скажут «я был на праце», они всегда скажут «был им в праце». И самое ужасное для нас это, например, изменение гласных и согласных в корнях слов и на стыках частей речи. Они там никогда не ошибаются, там, где мы ошибаемся, например, «мож о менжу», «менжа», или «компутер в компутеже», или «польского польсце», для нас это «бич» для них нет, или, например, в окончаниях существительных, прилагательных, они практически никогда не ошибаются, глаголов тоже. Но свои грешки у них имеются, и об этих грешках мы поговорим для того, чтобы их не перенять. Например, есть глагол «идти» в прошедшем времени, он звучит в мужском роде, в единственном числе, там появляется дурацкое «д». Например, «шэдвэщ», «я шэдуэм», «он шэду», а вот в других родах и в числах этого нет. Например, «пошвам», «швам», «шващ», «пошлишь мы», «пошлишь че», «они шли» и так далее. Нет этого «д», но они по аналогии очень часто говорят вместо, например, «пошвам», «пошедвам», или вместо «пошедвэщ» они говорят «пошвэщ» и так далее. Заметите это. Вот здесь нужно быть внимательным. Есть такие глаголы, как «учонщ», «пшенещ», «завещ» и так далее. Там «щ» и «чи» или «жи» и «чи». Но есть такой глагол, как «взёнч», и там никакого «щ» и «чи» нет, там только «чи». И звучит, и пишется как «взёнч». Но очень часто, правда, услышите очень много раз, они ошибаются и говорят по аналогии «взёнч». Это мелкие грешки, это небольшие ошибки. Дальше, есть слово «взёнчить», «взёнчить». Это совершенный вид, а в несовершенном виде оно звучит как «взёнчать», «взёнчать». Но поляки очень часто по аналогии с другим глаголом говорят «взёнчать», и это неправильно. Надо говорить «взёнчать». А по аналогии с каким-то глаголом, например, «выкончить», «выкончать», там идёт изменение гласной. А вот в слове «взёнчить», «взёнчать» нет изменений, там всегда «онг». Я знаю почему, но не скажу, потому что нет времени сегодня. Насчёт числительных. Это предмет вообще особой эпической поэмы, это просто ха-ха, потому что и в русском языке все ошибаются в числительных, а в польском так уж и вообще, потому что они там очень сложные. Например, мы никогда не ошибёмся в русском языке, мы говорим «сейчас идёт 2000 год», но мы скажем «а сейчас идёт 2018 год», мы никогда не скажем «2000-18 год». А вот поляки ошибаются в этом. Они, например, говорят «есть рок 2000-шный», очень многие по аналогии говорят «есть рок 2000-шный-18», а нужно говорить «есть рок 2000-шный-18». Идём дальше. Есть, например, ой, это сложно, есть глагол «пшеконач», и от него образуется от глагольное прилагательное «пшеконуёмцы», убедительное, это звучит убедительно, например, «топ жми», «пшеконуёмцы». Но есть, например, ещё причастие, убеждающий, например, на картине я увидел там генерала, убеждающего Кутузова, чтобы не сдавать там Москву. Так вот, они, это причастие по-польски звучит «пшеконы воёнцы». Они же здесь по аналогии совершают ошибку и говорят «пшеконы вуёнцы». Это первая ошибка. А вторая ошибка – это то, что они это причастие ставят вместо прилагателя. Например, «топ жми» не «пшеконуёмца», говорят, а «пшеконуны вуёнцу». То есть, во-первых, вместо причастия, вместо «пшеконы ваёнцы» они говорят «пшеконы вуёнцы». А плюс ещё они меняют местами части речи, вместо «пшеконуёмца», «топ жми» «пшеконуёмца». Часто говорят «топ жми» «пшеконы вуёнцу». Вообще неправильно. Я думаю, что я вас как следует запутала уже теперь. Дальше. Есть ещё, например, в кавычках. Надо говорить в судословие. А чаще всего поляки, может быть, я даже тоже этим горячу, иногда они говорят «цудословью». Вместо «вцудословье» они говорят «цудословью». Почему? Потому что, вы, наверное, сами заметили, есть «вевроцлавью», но «в кракове». Почему? Это, наверное, тоже нужно будет как-нибудь отдельно остановиться. Так вот, они по аналогии с «вевроцлавью» говорят «вцудословью», а нужно здесь говорить по аналогии с «в краковым». В «краковье», в «цудословье». Очень частые ошибки, когда неправильно употребляется род. Например, они говорят очень часто «помаранч», а надо говорить «помаранча». «Помаранча» – апельсин, он женского рода. Или, например, «виногронно», «оно», они часто говорят «виногрон». И вместо «вомножественного числа» они говорят «ем виногронно». Вместо «ем виногрона». Иногда ошибаются тоже в словообразовании. Например, вместо «светер» они говорят «светр». И когда мы начинаем ставить это осуществительное в разных формах, они говорят «я немам с...» А, почему они это делают? По аналогии «немам с ветра», и они поэтому говорят «светр». Она говорит «светер». Или говорят чешки «ожих до сгрыжения». Здесь уже в словопотребление проблема. Здесь нужно, конечно же, говорить «твардый ожих до сгрыжения». «Твардый ожих до сгрыжения». Часто у них ошибки, например, руссицефизмы. Например, такой очень известный руссицефизм – это «колько разы поджонт». Вместо того, чтобы сказать «колько разы сженду», они по аналогии с русским языком несколько раз подряд говорят «колько разы поджонт». «Колько разы поджонт». Или, например, руссицефизм распространённый, мы говорим, относительно чего-то, и они тоже начинают говорить «отношни чайгощ», а нужно говорить «отношни до чайгощ». И это трудно запомнить, если ты русский. Ошибок ещё много. Думаю, что на этом хватит. Я просто хотела обозначить, что они тоже ошибаются, ничего такого, и всё равно говорят по-польски. Всё равно их язык – это польский язык. Так что не бойтесь этих ошибок, обращайте на них внимание, не бойтесь их. Знаете, чего бойтесь? Бойтесь штампов, бойтесь клише, бойтесь убогости речи, но над этим мы как раз на моих курсах и работаем, на которые я вас приглашаю. Спасибо большое. С вами была Серёгина Светлана. Папа, честь! Подписывайтесь. С вами был Игорь Негода.